доброго всем днище дорогие друзья вы смотрите stopgame.ru и эта передача разбор полетов с вами как всегда он и я василий гальперов и максим солодилов и во-первых в какой-то момент этого выпуска мы сделаем небольшой анонс я не скажу в начале в середине или в конце но он будет а во вторых на разбор мы взяли внезапно игру стрэнгл холд уж не знаю много ли раз она мелькала у нас комментариях но решили разобраться именно в этом конкуренте макса пейна как показали просмотры second side неважно сколько раз она будет мелькать у нас в комментариях смотреть ее от этого больше не сильно стенд стрэнгл холд разработана компанией мидуэй геймс и вышла она в 2007 году на пк playstation 3 и xbox 360 и несмотря на то что была у нас мысль взять игру на плойку но там нет ачивок поэтому играли на пока смысла нету в том чтобы братья на плойку она пока ее сейчас нигде не достать потому что мидуэй в принципе не существует и возможно там какие-то авторские права этим возникли проблемы и удалили отовсюду но свое время у нас есть давали издавал новый диск и поэтому я раздобыл дисочек у меня он кстати был поэтому да это даже не считается чем-то зазорным я покупал свое время стрэнгл холд и воспоминания об этой игре у меня были в принципе положительными то есть до до макс пейн она не дотянула но выглядело и игралась в целом прикольно и вот сегодня мой второй заход стрэнгл холд состоялся и какие у меня ощущения от нее вы узнаете по ходу уже выпуска игра стартует сразу с кат-сцены то есть еще до главного меню нам показывают что в гонконге убивают какого-то полицейского при этом похищают двух девушек то есть мать и дочь ничего разумеется сначала непонятно и тут нас кидает в главное меню причем до этого нам показывают не просто название игры стрэнгл холд а написано джон ву презент стрэнгл холд и на упаковке диска написано точно также на оригинальном во всяком случае то есть это что-то уровня хидео коджима game ну или хотя бы питер джексон с кинг-конг ну да ладно это ближе конечно к правде то есть да в разработке игры принимал участие непосредственно режиссер джон ву автор таких вот фильмов как круто сваренные hardboiled сиквелом которого по сути является эта игра и тут примечательно что макс пейн вышел в 2001 и он вдохновлялся фильмами джона ву поэтому там есть вот эти замечательные перестрелки с замедлением времени потому что они примерно так были показаны в фильме и стрэнгл холд такой типа ребята я же родоначальник этого вашего движения bullet time а ну-ка давайте я тоже хочу я тоже могу собственно самого главного меню нам показывать что вот мы типа могем потому что оно такое ну прям не просто список из выбора новая игра продолжить загрузить нет это прямо полноценное динамичное каждый раз когда куда-то заходишь меню там камера пролетает кто-то в определенное место чоу юнфат который тут главной роли принимает всякие вот эти вот позы в разные стороны пистолет и полуприсет разворот вот это все выглядит довольно понтово и самое главное делается на самом деле довольно дешево ну то есть не сложно сделать такое меню если ты разработчик видеоигры почему иногда вот делают просто какое-то стандартное перечисление пунктов когда можно сделать вот так вот круто честно говоря это круто только первый второй может третий раз но если ты запускаешь игру по нескольку раз на дню если ты там мультиплеер лазил когда он был жив да и в целом вот я играл с перерывами там где-то по полчасика может по часику и каждый раз наблюдать эту фигню которую не проскипать начинает немножко напрягать не знаю от этого меню я не напрягался потому что но все равно анимация проходит довольно быстро но она длится там буквально секунды четыре это ничто по сравнению с некоторыми аспектами местного геймплея к которому наверно давай и перейдем потому что сюжет я думаю по ходу будем обсуждать да не то чтобы сюжет здесь играет главную роль на самом деле я удивлен насколько мало сюжета оказалось в стрэнгл холд после прохождения ну то есть я думаю что в фильме оригинале там до сарбойл сюжетом было даже получше соло этого даже полностью посмотрел я его так по скипал по сценкам по перестрелкам потому что сюжет не важен фильма для игры она ведет абсолютно свой сюжет спустя 18 лет после оригинала и типа камон она слава богу не рассчитывает что ты помнишь тот фильм помнишь те события которые были вот тогда 18 лет назад когда фильм выходил да он уже старый он вышел в девяносто втором году я его оказывается да видел в детстве но отрывками потому что к такие флешбеки у меня во время просмотра всплывали для понимания игры разумеется фильм смотреть не обязательно и у меня даже возникли на самом деле больше претензий наверное из-за того что я посмотрел фильм потому что игра сама себя не позиционирует как сиквел но типа везде написано что это продолжение вопросов возникают а чё произошло почему все сложилось так потому что очень странно изменились некоторые события отношения главного героя со своей женщиной или женщинами но об этом я думаю чуть попозже пока что выясняется что какая-то организация убивает полицейских очень жестоко и главный герой отправляется на рынок потому что там он должен найти зацепку чтобы выяснить кто это делает его там пытаются остановить свои коллеги но он говорит нет за наших парней я пойду а вы тут ссыки сидите сами и собственно один уходит приходит на этот рынок и вот еще ничего не началось еще заставка он только входит на локацию я уже вижу блестящие пистолеты которые лежат на прилавке откуда почему вот где-то там вот на затворках рынка вот лежат так пистолет например не то чтобы эта претензия просто но уберите вы их из этой сцены зачем они здесь нужны еще даже не началась перестрелка почему вот чьи-то рандомные пистолеты лежат на прилавке подобный прием применяется не раз иногда в этих кат-сценках подсвечиваются бумажные журавлики которые были в фильме кстати они здесь выступают в роли полуколлекционных предметов полу восстановление там своих сверхспособностей слушаю скорее даже восстановление способности потому что коллекционных каких-то отметок я там не заметил хотя возможно не может и то есть не знаю но они несут именно важную геймплейную функцию потому что иногда прям спасают да они заполняют показатель сверх ударов то же время статистика есть после каждого уровня там написано сколько ты их нашел там тебе и оценку выставляют зато насколько ты красиво и зрелищно всех убивал и в целом игра вот на это и делает основной упор типа ребята у нас здесь будет красиво у нас все будет разрушаться все в лучших традициях фильма игра работает на движке unreal engine 3 за физическую модель отвечает хавок и с этой стороны у меня на самом деле нареканий-то особых не было на уровне реально можно расстрелять чуть ли не все и это да и для 2008 года и это в принципе выглядит красиво и технологично проблема у меня возникла вот здесь в том что на самом деле геймплей на тебе нахрен не надо пользоваться всеми вот этими добивалками то есть чтобы вы понимали ты приходишь на локацию почти всегда это арена поначалу народ стоит там в определенных точках и практически у всех над башками висит какая-нибудь вывеска какая-нибудь балка и она светится показывает что если ты по ней стрельнешь эта балка упадет и кого-нибудь там под собой задавит и вот по идее ты должен ходить там в замедлении прыгать по всякому стрелять там по балкам по бочкам взрывающимся и всех должно как-то красиво убивать но дело в том что иногда противники чуть отходят от этих зон и ты стреляешь по балке ты не видишь что противник под ней или нет ты стоишь на другом конце арены ты видишь только эту балку и противника где-то приблизительно в зоне действия балки ты стреляешь по балке она падает чуть позади противника и он не умирает и поэтому проще прицелиться противнику в голову и убить его с одного выстрела в первых локациях потому что в первых локациях все умирают чуть ли не с одного выстрела вообще куда угодно и можно сказать типа ну окей в первой локации там все простые там можешь их не убивать так по-особенному ну или чисто просто ради понта это делать дело это в последующих локациях проблема в том что в последующих локациях активных объектов практически нету То есть, вот этих вот всех подвешенных табличек, которые падают сверху, каких-то балок, каких-то, не знаю, всевозможных камней, которые могут свалиться, практически их нету. И поэтому смысл вот этой вот всей мешанины пропадает геймплейно именно. Да, в конце тебе ставят оценку, но как бы хрен с ней с оценкой. Это как вот, если бы я серьезную жалобу предъявлял к очивкам. Но нет, это же оценка, это вообще наплевать на нее, это же не дает тебе каких-то тактических выгодных ходов, что ты убил противника вот так. В целом, да, единственное, насколько я понял, там можно потом пойти в бар из главного меню и купить себе какие-то концепт-арты, скины для мультиплеера и прочее, прочее. И, видимо, количество денег как-то зависит от того, на какую оценку ты все сделаешь. И, наверное, опять же, вот эти журавлики тоже добавляют сюда ценность. Потому что я потом скупил, в принципе, все для одиночной игры. Для мультиплеера там уже дорогие какие-то скины, ну и мультиплеер нафиг не нужен, потому что он уже не работает. Ну да, но вот эта вот сама фишка, она, ну, фактически не нужна геймплейно. Ты не пользуешься, тебе проще иногда, ну, просто прицелить. Иногда, конечно, тебе там поставят четырех человек и жирную балку над ними там где-нибудь на локацию. И ты такой, ну да, очевидно, надо по ней попасть. Но как-то ты не можешь вот во время боя, который происходит на арене, такого иммерсив немного, потому что отовсюду выбегают. Ты как-то стараешься там прыгать по разным препятствиям. Там можно ездить на тележке, брюхом, можно по перилам забегать. Очень смешно туда-обратно. И вот во время вот этого вот твоего вот комбо всего тебе вот не до вот этих вот блестяшек, которые висят. Потому что это должно так совпасть, что противник встал под ней. И она вообще должна хотя бы быть на этой локации, потому что ее может не быть. Поэтому красивость немножко теряет свою функциональность в этом плане. Плюс здесь есть рапид. Ну, куда же без него, без замедления времени. И я ожидал, что он работает как в Макси Бейне. То есть отдельная кнопка включить, рапид, выключить. И если ты прыгаешь куда-нибудь там брюхом вперед, брюхом влево, брюхом вправо, рапид тоже включается. И первая половина оказалась правильной. То есть когда ты нажимаешь какую-то кнопку, рапид у тебя включается. Но вот когда ты прыгаешь или выполняешь какой-то трюк, рапид включается несколько иначе. Рапид включается тогда, когда у тебя в поле зрения, или даже близко к прицелу, есть противник. И в этом есть некая проблема. Потому что противника может быть два. Хорошо, ты вот прыгнул, видишь одного противника, рапид навел на него, убил его. И думаешь, что надо наводить сейчас на второго противника. Но в этот момент, когда ты убил первого, противника-то больше нету в прицеле, рапид выключается. Ты дергаешь мышку в сторону второго противника, рапид опять включается. В это время твой персонаж еще чуть летит вперед, и ты мышкой просто промахиваешься. Потому что скорость персонажа, она меняется, если он в рапиде и если он без. И вот эта вот сложность прицеливания, потому что у тебя прерывается рапид, она меня преследовала лично всю игру. Поэтому я старался просто либо включать рапид сам и не прыгать, либо вот прыгать там назад, чтобы у тебя вот не было вот этого вот движения по отношению противника какого-нибудь. То есть только ближе дальше, не лево-право, потому что иначе прицелиться, ну прям ты пролетаешь мимо. То есть когда ты убил противника, у тебя отключается рапид, ты мышкой сильно двинул, ты пролетел мимо нужного противника и по инерции движешься вперед рукой. Ты в него попадаешь, снова входишь в рапид и пролетаешь этот рапид опять, потому что ты летишь еще по траектории, твой персонаж куда-то летит. И вылетаешь опять из рапида, опять он выключается и ты падаешь. В общем, это очень сложно вот сейчас описать, но во время игры ты с этим сталкиваешься очень часто. Вот у тебя такое было, Макс? Потому что меня прям вот это немножко подбешивало. Почему нельзя рапид все время в прыжке включать, как делал Макс Пейн? Потому что здесь вся система другая. Я не испытывал с ней прямо проблем каких-то, я быстро наловчился. У меня концептуальная претензия к ней, потому что ты используешь замедление времени для того, чтобы ты мог спокойно нацелиться на врага. А здесь рапид включается только когда ты и так уже практически нацелился на врага. В этом прям, ну какая-то, я не знаю, концептуальная реально проблема. Нафига включается он тогда, когда ты и так уже почти на него навелся? Надо наоборот, чтобы у тебя было время там навестись, вообще развернуться там на 180 градусов, если понадобится. А здесь вот почему-то они решили сделать так, но, говорю, в целом серьезных проблем не было. Здесь еще, кстати, можно приклеиваться к укрытиям и из-за них вылазить. И рапид там работает ровно точно так же, если ты его сам не включаешь, то он замедляется только когда ты вылез и уже навелся на врага. На какую кнопку? По-моему, control? Да? Я просто ни разу не приклеивался к укрытиям. Так там же, по-моему, обучение этого идет. По-моему, меня никто не обучал приклеиваться к укрытиям. Либо меня прям не заставили, я просто прошел мимо. Я приседать научился, а приклеиваться к укрытиям ни разу не приклеивался. Может, тогда это было не прям обязательно, но подсказка высветилась. Понимаешь, тут просто такая вот у тебя повсюду карнавальная какая-то яркая картинка получается. То есть что-то падает, что-то стреляет, что-то где-то взрывается. Наверное, я пропустил эту подсказку, даже если она выскочила, потому что... Ну, в целом, не то, чтобы меня надо учить сильно играть в игру. То есть я как бы иду, стреляю, мне норм. Я даже не смотрю на подсказки, потому что что она мне может хорошего сказать. Вот если бы там внезап какое-то препятствие, которое бы я не понял, как проходить. Типа надо присесть обязательно, я бы нашел кнопку присесть тогда. А так меня не попросили, я и не прижался. Но в целом, не сказать, что это какая-то мега полезная функция. Я ей пользовался буквально, там, может, раза три, и то больше из серии типа... Ну, раз так можно, давай попробуем. А не потому, что я иначе не могу никак пройти. Все, что тебе нужно, это оружие, это рапид. И есть, в принципе, любопытные особые приемы у нашего детектива Текила. Прям, ну, настолько глупое имя. Я еще поржал как-то. Я игру сначала начал играть, а потом такой... Дай-ка я фильм посмотрю. И в фильме один коп говорит... Как там этот ваш? Водка? Нет, Текила. Ну, блин, вот реально такое дурацкое имя, что можно и, да, водка называть, или что-то типа того. Наш герой со временем учится снайперскому приему, когда ты можешь очень хорошо издалека выстрелить, но при этом стреляет из пистолета. Удобно можно нацелиться в голову. Я вот этой штукой первого босса просто разобрал как стоячего. Ну, в принципе, он и был стоячим. Есть возможность лечиться, опять же, тратя в шкалу сверхспособности, что любопытно, потому что такое, типа, ты сейчас применишь спецприем, расстреляв всех вокруг. Есть такой тоже спецприем. Либо ты все-таки полечишься, чтобы тебя не убили. Причем, если ты расстреливаешь всех вокруг спецприема, это тратит практически всю твою шкалу спецприема. А если ты лечишься, это тратит четверть где-то или одну пятую всей шкалы. Поэтому ты можешь полечиться несколько раз за счет вот этого одного даже спецприема. То есть тут надо выбирать. Либо ты хочешь как-то эффективно стрелять, либо ты хочешь, чтобы у тебя была возможность там оружия последнего шанса там подлечиться успеть, когда тебя почти убили. Мы идем по этому рынку, в целом там все перестреливается, все красиво. Иногда, правда, там тебя запирают на какой-то арене, ты должен несколько волн убивать. Но я подумал, ну ладно, типа, поначалу нормально пристреляться, так сказать. И ты доходишь до еще одной фишки игры, так называемой мексиканской ничьей. По-моему, так она должна называться. Когда тебя окружает несколько человек, вы все друг на друга наводите пистолеты, и ты должен их перестрелять, уворачиваясь от их пуль. Там их человек пять всего лишь, и вот, то есть, ты килохоп на одного смотрит, у тебя появляется прицел, враг в тебя стреляет, ты кнопками АД в разные стороны от его пули уворачиваешься, и сам в этот момент должен свой прицел на него навести и убить. Такое практически в каждом уровне встречается. Я даже не знаю, механика, конечно, прикольная, правда, мне не очень было удобно целиться. В первого особенно. Да в любого на самом деле, потому что какой-то сенс непонятный у мышки. Он то ли меняется, то ли он становится медленнее, то ли как... Я вот не могу это описать, но реально, я вот всегда чуть-чуть правее персонажа стрелы, или чуть-чуть левее, то есть, как будто вот чуть-чуть как-то почему-то передавил дальше прицел, чем должен был. Не знаю, почему так каждый раз происходило, но вот это моя самая частая проблема вот в этих мексиканских мячах. Я навожу, и я вот буквально промазываю на три пикселя мимо персонажа. Вот не знаю, почему так. Нет, у меня проблема была только при первом выстреле, потому что непонятно, где появится прицел, и он вечно появлялся чуть ли не в углу экрана. Я пока его увижу, потому что я смотрю на противника, который прямо передо мной. Еще от пули уворачиваться надо как-то умудряться. Да, а если ты будешь долго задерживаться, то Текила переведет взгляд на другого противника, а тот останется живым, и он будет подходить к тебе все ближе. И здесь есть ближний бой, и если к тебе эти чуваки подойдут близко, они тебя вырубят и могут убить. Потому что ближний бой, он вообще довольно ультимативный. Причем это выглядит, на самом деле, как вот эпизод Доктора Кто, где статуи, короче, могли приближаться, только когда на них не смотришь. То есть там самая последняя мексиканская ничья, там просто Текила так поворачивается, поворачивается, они все ближе, ближе, ближе к нему подходят. Да, но ты не видишь движения их. Да-да-да, это так крипово немножко. Потому что иногда он прям вплотную стоит, и как я вплотную должен в пуле уворачиваться еще и попасть? Но меня больше повеселило в первой мексиканской ничье, то, что перед тем, как вы начинаете эту ничью, Текила у одного из врагов спрашивает, где твои боссы? И он прям нам рассказывает зачем-то. У меня так и написано. Зачем нам сказали, куда идти? Причем настолько с подробностями, как будто мы пришли к своему другу-информатору, и он нам все это выдает. Кто убил копа? Иди в тай-о. Спроси у И-9. Поторопись. Послезавтра их там не будет. То есть он не то, что вы... Тебя, ты все равно труп, поэтому я скажу... Он говорит как-то там... Они заседают в ресторанчике таком-то, таком-то. Их там двое. Приходи аккуратнее, потому что они будут тебя ждать. Погоди, чувак, зачем? Понимаю, вас пятеро, я один. Вы думаете, что вы меня убили? Ну нахрена ты мне это все выложил? Это смотрится как-то очень странно. Да, меня тоже позабавило. Можно это оправдать тем, что Нас же тут в целом пытаются втянуть в эту разборку банд, чтобы мы спасли мать с дочкой. Позже окажется, что это возлюбленная Текилы. И это его дочка. Сама вот эта его возлюбленная, она в свою очередь дочь какого-то авторитета, которого пытаются шантажировать. В общем, запутанный, на самом деле, в этом плане сюжетец. Честно, да, в этом плане запутанный, потому что ты вот, если ты не смотрел фильм, а может даже если смотрел фильм, там они начинают. Коготь дракона и золотая трость объединились против нефритовых войн. Я так, погодите, хоть немножечко, хоть какой-нибудь экспозиции дайте, кто это такие. Не кидайте нас сразу в момент, где они что-то пытаются в баре друг другу там передать и перестреливаться начинать. Кто золотая трость? Кто там, блин, коготь дракона? Кто там эти русские? Это вообще как бы очень хреново в игре объясняется. И в принципе это не так и важно, потому что помимо вот этого сюжета, где есть вот триады всякие, вот все вот эти организации, есть просто сюжет. У Текилы похитили жену и дочь, он идет всех убивать. Все. Вот остальное можно почти вычеркнуть. Оно там не нужно. Плюс-минус так, но только важно все-таки, что это дочь авторитета, которого там прессуют. То, что смотришь фильм, это вообще никак не играет, потому что из фильма вообще в принципе ничего не перекочевало. Единственное, вот мы сейчас приходим в бар, да, вот на эту встречу, и там Текила наливает себе напиток. Вот, да, напиток он ровно точно так же взбалтывал этот Текила Бум. Это отсылочка такая. Ну и голуби. И опять же, вот эти журавлики, да, то есть какие-то элементы используются, но в плане сюжета вообще это мимо кассы. При этом здесь сюжетец мы говорим так себе, а по нему долгое время после выхода игры планировали снимать фильм. Это должен был быть полноценный сиквел уже в киноформате. С одной стороны, здесь была буквально одна любопытная деталь, которая мне понравилась с точки зрения сюжета, но в целом как-то, да, странно будет, если такое переносить на большие экраны. Не, ну если его разбавить клёвыми перестрелками, то как бы наплевать, почему бы нет. У нас уже есть первый фильм, в котором вот клёвые перестрелки, а сюжет там тоже, ну, такой себе. Хотя он в целом всё равно лучше получается, чем в этой игре. Ну он есть, но он типа старый, даже в 2008 году он был уже старым и такие, может быть, задумываются, почему бы не сделать там новый блокбастер с перестрелками, что всем понравилось и поэтому сюжет. Да, сюжет не нужен, это же только так мотивация для перестрелок фактически. И вот знаешь, если честно, а чё здесь от Джона Ву? Ты в заставках видел Джона Ву? Ну в смысле вот его режиссуру какую-то особенную. Я вот заприметил реально один кадр, когда камера сквозь дырку в полицейском значке как-то пролетела. Это вот максимум, что я заметил из режиссёрских решений в заставках. Остальное всё, ну, типа обычные заставки. А геймплей он вряд ли режиссировал. Не знаю, перестрелки в целом, да, по духу они похожи на те, что были в фильме. А какие-то особые элементы я слишком слепой. В игре некогда их рассматривать, тут слишком всё динамично. Нет, я ж про заставки говорю срежиссированы как. То есть я думал, что Джон Ву там, ну, как минимум, ну, поставит их как-нибудь нормально. Хотя я не знаю, насколько Джон Ву вообще хороший постановщик, я не то чтобы много его фильмов смотрел и прям запомнил. Как-то его стиль, кроме голубей вот этих вот и наставления пистолетов друг на друга. Звучало некультурно такое, кроме этих его голубей. Ну да, мы приходим на вот эту сделку, куда нас прислали. Эта сцена похожа на первую сцену в фильме. Там они на какой-то, не на птицефабрике, они тоже в ресторане сидели. Но там у всех птички были и перестрелка началась. Здесь, в принципе, плюс-минус то же самое и нам презентуют босса с базукой. Кто вот это, если не разбираться в этих преступных синдикатах, то можно запутаться. Но суть в том, что это наш враг и его надо убить. И вот реально, я его расстрелял этим спецприёмом снайперским просто на раз-два. Ну да, он разбирается довольно быстро, потому что он первый босс. И мы отправляемся на какие-то вообще там острова, в какие-то рыбацкие такие домики, которые прям вот на побережье находятся. Которые просто пронзают всевозможными дорожками, такими деревянными. Там такой лабиринт получается из этих дорожек, особенно в конце этого уровня, где ещё три корабля приплывают. Что запутаться вот в этом нагроме... Блайттаун какой-то, вот если честно. Так вот, если описывать, мне кажется, ближайшая аналогия это Блайттаун из первого Дарк Соуса. Чисто по вот какой-то географии своей. И на этом уровне с нами связывается кто-то из наших по телефону. И говорит, что, ну ты раз сюда приехал, Текила, тут короче есть нарколаборатории. Ты их повзрывай там, если что, между делом. Я такой, ммм, коллектаблс. Это очень смешно, потому что выяснилось, что это нихрена не коллектаблс. То есть ты проходишь, убиваешь всех врагов там на вот отдельной зоне. Подходишь к концу этой зоне, перед тобой поднятый мост. Я говорю, что делать? Те говорят, уничтожь все нарколаборатории. Ну погодите, ну это же коллектаблс, как связан поднятый мост и взорванные нарколаборатории. Ну никак. Ну нет, пока ты все нарколаборатории в округе не перебьешь, тебе мост дальше не опустят. Это не коллектаблс, это прям вот надо. Причем этих лабораторий с каждой следующей секции их становится все больше. Сначала типа 6 что ли, потом такие 9, 12, 18. Чего? Реально ходишь и просто выкашиваешь этот остров Наркош. Но при этом, потом мы доходим до морских судов, прилетает вертолет, и разумеется у нас будет уровень вертолет Тир. Причем, что самое забавное, это вот уровень вертолет Тир, где около каждого врага стоит бочка взрывающаяся. Если один враг стоит, около него бочка. Если несколько врагов, значит в доме бочка, ее можно взорвать и всех раскидает. Да, здесь все сделано на визуальное порно, назовем его так, то есть на зрелищность ориентировано. С другой стороны, это удобно, если в тебя из базуки стреляют, кстати, приходится в замедлении взрывать эти ракеты еще на подлете. Не то, что мы такого нигде не видели, но выглядит хорошо. А потом мы садимся, и нам надо эти три корабля взорвать бомбами. Четыре, четыре. Четыре, извиняюсь, играл уже несколько дней назад. Четыре действительно корабля. Все вот по этому Блайттауну ты ходишь, ищешь, как попасть на эти корабли, враги респавнятся постоянно. Мы не сказали, что врагов на самом деле дохрена еще больше в игре. То есть, понятное дело, что она вся основана на перестрелках, но иногда их прям становится слишком что-то как-то дохрена этих противников. Но еще даже не сейчас. Сейчас еще, ну типа нормально. Я шел, вообще не замечал никаких проблем, просто в свое удовольствие всех расстреливал, мне было даже весело. Взрываешь эти корабли, я думал, ну все, типа, ну взорвал корабли, что дальше? Не, дальше мы приходим к бате нашей жены, вот этому самому мафиози. С ним переговариваемся. И вот тут Шеймон Ю новый диск, у вас липсинг нахрен поехал вообще куда-то в непонятную сторону. Все мимо рта говорят почему-то в этой сцене. Но это как бы не то, чтобы сильно важно, но все равно. И отец нашей жены говорит, что его не должны с нами заметить, поэтому взорви-ка док весь. Как это вообще помешает вас заметить? Ну ладно, не суть. Нас выкидывают, и мы должны 14, по-моему, бомб поставить в этом доке. И я когда шел, там получается ты проходишь одну сторону дока, по металлическим конструкциям, которые упали вниз, ты должен пройтись. И во второй половине дока тоже все заминировать. Ходит он, кстати, по этим металлоконструкциям, как и по перилам. Но как-то смешно, потому что как будто бы анимацию даже особо не продумывали, и он по ним ходит просто как по прямой. Не надо даже ничего пытаться балансировать, что даже хорошо, но выглядит несколько странно. И вот в этой локации я пропустил одну бомбу и съехал по тросу опять в начало уровня. Потому что ты там заходишь в одно место, падает ящик и перекрывает тебе как бы путь назад. Я подумал, ну вот, я заминировал, съехал по тросу, потому что, ну, трос прям передо мной, вот на последний, а оказывается была еще одна. Мне пришлось весь уровень опять пробегать к этому месту, абсолютно без противников, чтобы чуть-чуть в другом там где-то ответвлении, через дырки в каком-то заборе, что-то там взорвать, сломаться, чтобы упала платформа, и я смог попасть к последней бомбе. Радуйся, что враги не респаунились и хотя бы так бегал. Но, в целом, мне понравился здесь момент, когда тебе надо было бочки там уронить на платформу, чтобы она поднялась. Я подумал, ой, здесь такие, условно говоря, загадочки будут, ориентированные на физику, но, по-моему, кроме этого, здесь больше нихрена и не было. Ну, здесь нет. В дальнейшем, разве что эти дырки иногда там используются, чтобы в них как-нибудь красиво попасть, там, скорее всего, будет стоять бочка с динамитом. С динамитом, наполненная тротилом, и вот это вот все, чтобы взорвалось. Мы, когда еще встречаемся с главарем, нам показывают флэшбэк, во-первых, как похитили вот внучку главаря и дочку, и потом флэшбэк 18 лет назад, как Текила вместе вот с этой девушкой по имени Билли, они там начинают мутить. На этот момент я не смотрел фильмов, а потом я посмотрел фильм и такой, я не понял, что за фигня, а где та девчонка, с которой ты мутил в фильме, потому что в кино у него, условно говоря, она не напарница, но она вместе с ним работает, там какая-то женщина, детектив. Вот куда делась она, я вообще не понял. У них там реально отношения, то есть они сначала в начале фильма типа поссорились, а в конце они вроде как вместе. И вот, что это за продолжение такое, где вы просто выкинули персонажа, и на его месте появилась какая-то дочка бандита? А ее даже вообще не было, дочки бандита? Вообще нет. Вот это внезапно. Здесь вообще нет никаких персонажей, кроме Текилы, которые вот связывали бы с фильмом. А я-то думал, вот эта золотая трость, всякие нефритовые пуасы и прочее, это, ну, оттуда известные какие-то, нет? Нет. А детектив-то хотя бы, ну, этот начальник у него, это хотя бы его начальник? Нет, тоже какой-то другой. Такой себе сиквел, если честно, вырисовывается. Так вот в том и суть, я фильм когда посмотрел, и потом уже допрошел игру, и я такой, чегооо? И вы хотите из этого фильм делать и называть его продолжением? В этом плане были вопросы. Но мы заминировали док, взорвали к херам все вообще, что там было, приплывает наш начальник, и такой типа, слышь ты, я же тебе сказал, не лезь сюда, бла-бла-бла. Он в целом ведет себя так, будто он главный злодей. И вот здесь мне понравилось, что они не сделали из него главного злодея. В фильме, кстати, тоже были такие намеки, тоже, что вроде бы главный полицейский будет злодеем, но нет. И вот здесь они типа решили повторить, что ли, этот сюжетный ход, не знаю. Может, нас и вот так репетур переозвучил, что мне он не казался, знаешь, главным злодей, мне он казался, знаешь, таким типичным орущим начальником в фильме про полицейских. Который, что вы там сделали, у нас там столько работы будет потом по описи всего этого дела, ну то есть такой. Может, он и должен так восприниматься, но мне почему-то реально казалось, что он палки в колеса текиле ставит, так обычно злодеи делают. Ну, текиле есть еще один знакомый, который работает на мафиози, но при этом он там типа двойной агент под прикрытием, который нам как раз помогает встретиться с этим вот боссом, с нашим, кто это получается, кесть. И он же нам помогает и в дальнейшем пока что. Вот это, опять же, элемент в целом взят, наверное, из оригинала, потому что там тоже был внедренный агент, развязка другая, но он просто, сам персонаж был намного более интересный. И в целом вообще мне вот этот внедренный агент из оригинального фильма понравился намного больше, чем текила. Несмотря на то, что вроде бы текила главный герой, но реально настолько там крутой этот внедренный агент, что все внимание на него. Здесь нет, здесь главный у нас все-таки этот алкоголик, назовем его так. Он сдает жетон после того, как на него начальник наорал, и мы едем в какой-то ресторан, где, собственно, сидит один из каких-то вот этих вот боссов мафии. Вот тут случается некий закос под Деспирадос, потому что текила заходит с двумя футлярами под гитару, в которых лежит оружие, и ты должен на уровне их, типа, тактически расставить, чтобы потом во время битвы к ним ходить и подбирать патроны. Ну я такой, а нахрена, вот вы мне даете их прям расставить, типа, намекая, что понадобится тактика. Ну ты просто в одну сторону поставил и в другую сторону поставил, чтобы где бы ты ни был, тебе было близко до этой гитары ходить и пополнять патроны и аптечки. Ну как бы, да, вы даете этап планирования, но при этом он нужен, ну, практически ни для чего. Да, он скорее как по приколу такой. Тут даже просто не совсем понятно, куда их ставить, потому что хрен знает, откуда враги выбегут. Да нет, враги-то понятно. Из любой двери по периметру, собственно, вот оттуда обычно выходят все враги. Так в том и суть, а там двери есть везде. Так они везде и выходят. И толку, где ты кинешь эти футляры, большого нет. Вот я о том и говорю, что тут смысла нет. Но здесь просто, на самом деле, довольно ленивая секция в плане левел дизайна, мне кажется. Потому что мы буквально там три этажа. Да, они по-разному обставлены, но это просто вот арена, на которой ты будешь волны врагов отстреливать. Единственное забавно, вот когда попадаешь на уровень, где музыканты играют, и тебе надо как-то стрелять так, чтобы их не убили. Это тоже непонятно как, потому что, учитывая, что противник может выбежать откуда угодно, он спокойно может заспавниться между вами и музыкантами. Типа, что ты с этим сделаешь, ты его даже не заметил бы. Но у меня как-то не убили их, проблемы не вызвало, и ладно, я вот так вот решил. У меня время от времени там кого-то убивали, я пару раз переигрывал, меня потому что в итоге убивали. Всех троих музыкантов у меня не смогли расстрелять ни разу. Но, в целом, такой исход тоже возможен, видать. Но мне нравится, что, типа, должен выжить хотя бы один. То есть, не всех ты должен спасти, а вот хотя бы барабанщик. Теперь буду сольную карьеру вести, да? Барабанщика. У меня, по-моему, барабанщик и остался как раз вот из всех, кто там был. Ну, он потому что сидит как-то там за барабанами спрятался, и они простреливаются, может, хуже. В этом плане, да, пойду выплэш сниматься. Да, а в конце опять босс. В принципе, убивающийся не сильно тоже тяжело. Он единственное, что с пулеметом там очень резво стреляет, ломая весь столб. Но ты прячешься за колоннами, и у тебя есть третий, скажем так, спецприем, который включает буллет тайм, дает бесконечные патроны и невосприимчивость к выстрелам. Ну, поэтому ты просто его врубаешь, там, выкашиваешь у него третий хп, убегаешь, потом собираешь этих журавликов, опять выкашиваешь. После этого мы убегаем по пыхах, потому что мы взорвали к херам весь этот, я не знаю, что это, ресторан, гостиница. И я такой, блин, что за фигня, мы прям все будем взрывать подряд, потому что мы взорвали там все эти суда, мы взорвали вот здесь вот. А потом я посмотрел фильм, и они там в конце взорвали больницу, и я такой, понятно. Меня больше поражает, что текила, ну, как бы сейчас не полицейский, если что. И вот это вот все он как бы творит, как обычный законопослушный гражданин. Но к этому ближе к финалу подойдем мы. Пока что мы уезжаем в какую-то резиденцию Виктора, по-моему, или как его там, Виталия, какого-то русского. Вообще, сначала нам показывают флэшбэк, как мы пытались сбежать 18 лет назад вместе со своей возлюбленной, потому что батька не одобрит, если его дочка будет встречаться с полицейским. Они решают вроде бы улететь, но в аэропорту текилу встречают только бандиты, его избивают, и никуда он не улетает. При этом отношения со своей дамой он тоже завязывает, несмотря на то, что она беременна. И мы летим в Чикаго, где есть вот, да, русские. Мы высаживаемся на парковке вроде бы вместе со своим напарником, этим внедренным агентом, но он идет по своим делам, а мы начинаем зарубу на парковке. Ну и, в принципе, во всем вот этом вот комплексе, тут дают нам четвертую, наконец, спецспособность. Ты ее включаешь, начинается пафосная такая заставка, где текила, окруженный голубями в разные стороны, просто стреляет, как бешеный, нам показывают, как каждый враг умирает. И забавно, что он делает это с тем оружием, которое у него в руках. То есть, будь у него в руках пистолет, он делает это с пистолетами. Будет автомат, делает это с автоматами. Будь это гранатомет, он делает это гранатометом. А в игре есть гранатомет? Ну, ракетница есть, да. Ты последний уровень начинаешь с ней, по-моему, в руках. И если в этот момент нажать этот прием, он начинает вот крутиться с гранатометом в разные стороны. И стрелять по противникам. Причем забавно, что противники умирают не от взрывов, а как будто в них пуля попала. Я не знаю, это не тестировали или... Но анимацию-то сделали же для этого оружия. Почему противники не взрываются-то, почему они как от пули падают, я не знаю. Здесь в целом есть некоторые странные решения, потому что враги, видно, генерируются автоматически. Потому что у них какие-то элементы совпадают, но при этом они вроде как плюс-минус разные. Но, например, анимация, когда ты попадаешь своим этим снайперским выстрелом в голову, она у всех одинаковая. То есть чувак просто хватается за морду, простреленную свою, и падает. Ну там по-разному. Можно выпасть в шею, он тогда за шею схватится. Ты просто стрелял постоянно в одно и то же место. Разумеется, потому что ты же специально замедляешь, чтобы в голову попасть, и я попадал. До всего этого уровня, не знаю, как у тебя, но только финальный босс, конечно, вызывает некоторые вопросы. Меня взбесил один момент с лазерами в пентхаусе уже там наверху у русских. Ты только дотрагиваешься до лазера, моментально что-то там все взрывается, и гейм овер. И я такой, чего? Потому что я как-то очень нелепо пару раз их задел. А в конце нас ждет барабанная дробь, босс, вертолет. А, ты вот так вот. Я просто как бы момент в пентхаусе с растяжками, это как раз, ну, уже битва с боссом. Вот ты представь, кем ты должен быть, чтобы вот построить себе такой дом. Такую систему защиты в дом. Которая, в принципе, всегда оставляет для человека лазейку. Особенно мне понравилось, когда там проходишь вот первый какой-то этап, выходишь вновь на первый этаж, и там прям вот лазеры так делают, что у тебя вот дорожка просто из них вырисовывается прямо. Это нахрена вообще так? Ну, то есть, с точки зрения, типа, системы безопасности, это нормально? То, что лазеры должны взрываться, это тоже нормально? Понимаешь, система защиты от воров, или даже, не знаю, там, от убийц. Если они задевают, взрывается нахрен весь пентхаус. Это, типа, зачем? Ну, это геймдизайн, это уже условность. Ох уж эти прихоти богатых русских, хрен их поймет вообще, что они делают. Может, русские любят ходить меж лазеров, типа, знаешь, жить на остриге ножа. Че там Семеныч у себя в пентхаусе поставил? Турели? А ты мне, короче, лазеры, которые взрывают, поставь везде в доме. А потом он садится в вертолет, и мы убиваем босса вертолета. Слава богу, есть пулемет, и есть третья способность. А я опять его снайперскими выстрелами в голову расковырял. Ну, это тоже можно. Я третьей способностью его расковырял. В принципе, опять-таки, проблем не было. Мы убиваем вот этого русского и отправляемся за следующим русским, который засел в музей естественной истории. Ну, вы понимаете, чтобы поразрушать всякие древние таблички, чтобы поразрушать всякие скелеты динозавров. Ой, твою мать, какой этот музей длинный. То есть, чтобы вы понимали, вот все уровни здесь, особенно там последние половина, представляют собой просто вот несколько арен. Уровень с дождем, это же вот 4 арены и все. 4 помещения и конец уровня. Просто каждое помещение растягивается на 5-7 минут, потому что враги прут бесконечно почти. Иногда вообще ощущение, что они вообще не закончатся никогда. Но уровень с музеем, он прям вот, он тоже арена, но при этом это вот гораздо большее количество арен по пути ты встретишь. И вот бегать по всем этим динозаврам, всем этим табличкам уже как-то не получает. Заметил, насколько сильно сбавляется ураганность под конец, потому что тебя как-то бьют больно, и противники что-то не с каждого хедшота умирают. И вот у меня возникла проблема, что у меня внезапно начало косить оружие. Я как-то обрадовался в начале игры, что ты целишься в голову, и пуля попадает в голову. Здорово. А вот в музее я начал замечать, что я как бы прицелился в голову, а пуля куда-то мимо полетела, даже из пистолета. То есть, ладно из автомата, но из пистолета. И вот, я не знаю, то ли это как-то сменилось, то ли поначалу просто расстояние было маленьким, поэтому все всегда выпадало, но я реально ощутил, что как будто бы оружие стало косить сильнее. Я это ощутил как раз на уровне с дождем, но там действительно расстояние как-то серьезнее. А здесь в музее все относительно близко, причем мне это пару раз вот злую шутку со мной сыграло, потому что ко мне подбежали со спины, вырубили, и я сдох. Это вообще проблема арен, потому что стоишь, обороняешься, за спиной может открыться дверь, и типа, здрасте, привет, приехали. Выскочили из ниоткуда, чуваки. Это как-то, ну, неправильно все равно. Что-то же должно извещать игрока о том, что у него за спиной кто-то заспавнился. Ну, вообще, по идее, не должны спавниться за спиной. Только Dark Souls такое может себе позволить. И то, если особо приглядываешься, ты можешь рассмотреть противника за спиной, а здесь, типа, просто открылась дверь, здрасте, и конец. Да, в конце мы прибегаем в какой-то, типа, китайский музей с солдатами, с терракотовой армией, да. И там у нас перестрелка с главарем русских по имени Дамон. Да, мы убиваем Димона! А я не знаю, в русском его назвали все-таки Димон? Его, по-моему, назвали как-то Дэмьен, но я такой, нет, ты Димон. Идите в жопу, ты Димон. Но там тоже не Димон, там тоже не Дмитрий, ничего такого. Что-то вот очень похожее. Там Дэмон. Англофикация, да, Димона. Видать, это, знаешь, такой понтовый русский, который говорит, не-не-не, это в России я был Димон, а сейчас я в Чикаго переехал, и я теперь Дэмон. Да-да-да, это, нет, ты Димон. И он, кстати, вообще какой-то лошпед. Это из всех боссов, наверное, самый лошпед, который вот есть. Может, там только первый с ним с гранатометом, который сравнится, но вот Димон здесь, конечно, полный лошпед. Я думал, что это конец уровня, но, типа, мы пришли, босс, все. Нет. Вот здесь же нашу жену убивают, по-моему, да? Да. Да, вот здесь нашу жену убивают. И убивает как раз наш вот этот вот дабл-эджент, который, оказывается, все-таки работает не на полицию, а на какую-то вот там триаду на русских, на трость, на дракона, короче, на врагов наших. Не, вот здесь как раз и любопытно, что он убивает дочку по приказу отца. То есть, бандит настолько не хочет потерять свою власть, что решается на то, чтобы убить свою дочь. И вот это прикольно. То есть, таких ходов я помню немного. Единственный там пример вообще, который в башку сразу пришел, это Кайзер Созе. Как он там со своей семьей поступил. Ты мне сейчас проспойлерил, да, подозрительный? Ну ладно, мне проспойлерила клиника, на самом деле, кто там Кайзер Созе. Нет, погоди, я тебе не проспойлерил, кто такой Кайзер Созе. Да, вот эта проблема была в клинике, по-моему, или в хаусе. Я сижу такой, типа, смотрю, подозрительные лица, такой, Кайзер Созе, Кевин Списи. Стоп, что за херь? Вот тут было обидно. Ну вот, а я тебе не проспойлерил. Но там, да, там был вот крутой такой момент. Здесь, в принципе, то же самое, этот ход мне понравился. Но мне нихрена не понравилось, как они обставили это убийство, потому что прибегает этот наш напарник и стреляет вроде бы в нас, а попадают в нашу жену, которая стоит за нами. Выглядит максимально нелепо. Но, да, она погибает, а мы бежим. И у меня, кстати, написано «Бесконечный музей». Да, 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 вот он прям не заканчивается. Потому что по моим внутренним часам уже был конец уровня, когда мы убили Димона. Но это была половина уровня. И я такой, захожу арена, убил всех там, я не знаю, шкерюсь уже. То есть реально нет ураганности, я не прыгаю никуда. Уж точно не бегаю по перилам, потому что ты легкая цель в этот момент. Я реально вот за этими каменными глыбами просто шкерюсь. Я еще не знаю, как прилипать к ним, я просто на картах там сижу, что-нибудь себе восстанавливаю там, рапид, чтобы хоть как-то пострелять. Выхожу в следующий, там опять арена, потом опять арена. Я такой, да когда ж ты закончишься? И слава богу, она когда-то заканчивается. Но твою мать, вот этот уровень, он прям успевает надоесть четыре раза, пока ты по нему ходишь. Плюс ты уже бегал, в принципе, по музею какой-то кусок до этого, а тут опять те же, в принципе, декорации. И это не радует ни разу. В конце мы добегаем до этого босса, напарника по имени Джерри. Расстреливаем его, убиваем и выясняем, что наша жена, но она вроде не жена, кстати, но не суть важна. Наша женщина была готова сдать своего папу ради дочери, а папа был готов убить свою дочь ради своего могущества. Но выясняем мы это, слушай, смс-ки так не работают. Это ММС. Да даже если это ММС, она ММС-ку гифка им прислала, их разговоры или что вообще? Я не буду даже объяснять, ребят, посмотрите, вот он приходит к главарю противоборствующей группировки и показывает ему вот это, посмотри. Это что вообще такое? Это они в прямом эфире переписываются, в телеграм-канале или как? Почему оно появляется вот прямо вот сейчас? Я понимаю, он бы просто ему показал список смс-ок, но нет, они в реальном времени же всплывают. Что это за функция такая в телефоне? Я не знаю, расскажите, может действительно есть такая в старых телефонах функция? А не хочешь ли всю мою смс-историю показать с интригой? Как это называть? Ну это какие-то очень странные китайские смс-ки. Дальше мы в Гонконге уже в дождливую погоду устраиваем вот несколько перестрелок на стройке где-то и в конце встречается вот этот, я буду называть их, знаешь, молодой и старый. Старый это отец убитой нашей женщины, а молодой это просто вот конкурирующая фирма. Они встречаются на стройке и внезапно начинается перестрелка, потому что мы типа не успели вовремя добежать, чтобы там всех вырезать. И вообще вся развязка этой сцены проходит в кат-сцене. И я такой, нифига себе, это чё за нафиг, в играх так не принято, я должен принимать участие. А здесь реально всё разрешается в кат-сцене, а мы уже потом летим куда-то на тачке, опять же никакого геймплея. Приезжаем и вот уже следующий уровень, опять сражайся на арене. Причём уровень с дождём, ты хрен там врагов различишь иногда, потому что всё серое, дождь серый, всё мокрое, вот этот вот блеск Unreal Engine-овский третьего порядка, да, который тебе мешает. Реально хрен различишь, не знаю. И вот уровень, три помещения, три помещения, и ты бы их прошёл, вот если бы не было врагов, или если бы враги не пополнялись, ты бы их прошёл пять минут, эти три помещения. Но в итоге ты на каждом вот этом помещении сидишь минут по семь, потому что стреляют больно, врагов не видно, у тебя патроны даже иногда заканчиваются. И уровня-то как такового нету, даже босса в финале нету, никакого. Я говорю, всё происходит в кат-сцене, и как-то это очень странно. А дальше мы попадаем вот на следующую арену, там всех перестреливаем сначала, и прилетает ещё один босс-вертолёт. Погоди, ты так говоришь, типа мы перестреливаем всех сначала? Это реально самый стрёмный момент в игре, потому что, я не знаю как у тебя, но у меня противники просто не заканчивались. Вот эта вот арена до прилетания вертолёта длилась 20 минут. Я не знаю почему, у меня кончилось всё там, я ходил там, подбирал какие-то последние патроны, и вот у самого вот этого дворца, они всё выбегают и выбегают, всё выбегают и выбегают, всё выбегают и выбегают. И там, когда вы вообще закончитесь? Причём, один раз я умер, минут на 19, и мне пришлось 20 минут перепроходить. Я не знаю, слушай, прям отвратительное место. У тебя, может, опять ощущения путаются с реальностью? Нет, 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 вот при тебе сейчас проверю. Вообще не путаются. Потому что я тоже умер здесь, уже практически под прилёт этого вертолёта перепрошёл второй раз, но у меня вот 10 минут это заняло. То есть первый перестрелок минут 5, и вот до вертолёта минут 5 там. Сейчас я вот проверю. Короче, сам вот этот весь этап, от момента, как начинается последний уровень, и встречается в нём босс-вертолёт, короче, это длится где-то приблизительно вот минут 25-30. Окей, я, может, пересилил, но по ощущениям это реально было как будто 20 минут. Окей, это было 10, но это было вот незаканчивающиеся враги. Я прям проклял это место. Никакой ураганности первых уровней вообще не было. Я так ругался на этот момент. Не знаю, почему тебя как бы он не вызвал. Я играл, ну, на норме, подозреваю, тоже на норме играл. Может, там типа надо в какой-то момент просто добежать до этого замка. Потому что я как бы, ну, смотрю передо мной враги у этого замка, я их издалека расстреливаю, они снова прибегают. Издалека расстреливаю, снова прибегают. Может, там надо было добежать, потому что в какой-то момент я уже пошёл просто в прямую. Не заканчивается реально. Самым точным в итоге в этой перестрелке во всей оказался пулемёт. Вот он у меня начал стрелять нормально, в отличие от всего остального оружия. Он вообще ультимативный. Да. Вертолет после этого мне показался херней полной Просто вот вообще, то есть после того, что я пережил Вертолет с третьего вот этого Спецприема выносится моментально Особенно если пулемет сохранил, но я прям проклял Это место, и опять вот весь уровень Это три арены, вступительная арена Потом одна в замке И конечная, где там два финальных босса Маленькое помещение и куча врагов Во-первых, финальная мексиканская ничья Ну мы про нее уже рассказали, но вот эти вот Враги из доктора кто, конечно Там я несколько раз переигрывал Это место, потому что они меня прям реально Доходили, добивали, и вся заруба В маленькой комнате, реально негде спрятаться Там заканчиваются уже аптечки И я, слава богу, хранил Вот этот вот второй прицельный выстрел Чтобы стрелять снайперу боссу в морду Потому что, ну иначе он Очень сильно тебя коцает, так ты ему прерываешь Выстрел, но это было очень потно Не сказал бы, что у меня прям было Потно, относительно легко Я их завалил, и в конце Этот дедок уже вроде бы Расстрелянный, пытается нас Убить из снайперской винтовки Но его внученька сталкивает вниз Убивает, и мы вроде как Воссоединяемся с ней И вот здесь, вроде бы как мы с ней Воссоединяемся, заходит наш начальник И он говорит, ох, текила Ну и много же нам бумажной работы предстоит Чтобы все это описать Только погоди, погоди секундочку, пожалуйста Текила не полицейский сейчас Тут сейчас 100 трупов, если не больше Серьезно? Никаких претензий, никаких допросов Никаких улик Ты ему возвращаешь просто значок Стоп Я понимаю, вы боевик Но не настолько же Во-первых, значок возвращают Вроде бы текили, но напяливает Его на себя дочка Может не ему возвращают, да? Ты имеешь ввиду? А ей сразу А в целом, я не знаю, на самом деле Если ты сдаешь жетон Его же еще должны как бы принять Да в любом случае, понимаешь? Ну типа Сейчас, если полицейский Пальнул там, да? Просто из пистолета в воздух Он объяснительную пишет И это разбирает комиссия Здесь 100 трупов А может это невинные были А может это вообще просто Чуваки сидели, не знаю Тусили, он пришел Всех рассчитывал Просто так отпускаешь Вы уже не в 90-х, ребят Это был 2008 год Я понимаю, вы косили под старый фильм Я понимаю, претензия тупая Но какое-то отторжение Прям возникло вот в этот момент Потому что Ну какого хрена? А вдруг кто живой? Может скорую вызвать? Да я не знаю Почему ты один вообще пришел? Тут перестрелка с ракетами Падают вертолеты Ты один приехал? Серьезно, начальник? Где вся бригада-то вообще? Ну да, на этом В принципе все заканчивается Мы уходим в закат И в понтовую кат-сценку Да, не понтовая Там почему-то наша дочь пропадает Но мы руку по-прежнему держим на пустоте Ну да, на этом, короче, конец По результатам игры Я свои воспоминания из 2008 года Несколько поменял Потому что мне игра запомнилась Как реально Такой добротный Хороший шутерок Не уровень Макса Пэйна Но близкий к нему Довольно фееричный Довольно клевый Но вот сейчас Когда я его перепроходил Я не скажу, что она плохая Да? Но она какая-то Во-первых, неприступно-маломеханик Как мне кажется Потому что все в игре Это чисто перестрелки То есть в Максе Пэйне Хотя бы, да? Были какие-то уровни Где ты кого-то сопровождаешь Вот они были и говном, но были Там были уровни Где ты Помнишь, взрываешь ты какой-то завод Потом с него эвакуируешься Какая-то история была Вокруг всего происходящего Не было вот тупо Перестрелка, перестрелка, перестрелка Ты где-то просто ходил Где-то там по своим снам путешествовал Хоть это тоже было и говно Но типа все равно было А здесь тут просто стрельба Ты вот заходишь Арена, 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 арена И вот реально Игра состоит из арен Некоторые уровни Крайне маленькие И они растягиваются Только за счет того Что на тебя огромное количество Врагов выкидывают И игра На самом деле Проходится за 4 часа С копейками На средней сложности У меня ровно 4 Ну, у меня там Поскольку убили в последнем уровне Там 4.15 4.20 Но тем не менее Она проходит за 4 часа с копейками Не было бы вот Арендных моментов То есть если бы это было Просто заходишь в помещение Всех убиваешь И идешь дальше Не было бы чтобы они пополняли Свои ряды Игра бы наверное Вообще за 2 часа проходилась В ней контент реально часа на 2 В ней 7 уровней Как раз на полнометражный фильм Да, но это же не полнометражный фильм Короче, скажу так Игра в целом неплохая Но я Несколько разочарован По отношению К своим воспоминаниям о ней Я в свое время В нее не играл Я играл в нее позже Лет может 5 назад Не проходил И наверное Хорошо, что этого не делал Сейчас показалось Да, очень однообразно Несмотря на вроде бы Какие-то механики Все равно Все вот сводится К этим перестрелкам И довольно уныло Они очень быстро приедаются Первая Крутая Когда ты там еще можешь Активные объекты Как-то использовать Как будто уровни Просто в целом Лучше срежиссированы Как-то геймдизайн У них более продуманный А потом уже клепали Типа А, арена А, арена Пускай еще одна арена А вот вы в ресторан приехали Или там в гостишку В эту А давайте вот Три этажа Да, мы их по-разному Обставим Но они все равно Все будут одинаковыми аренами Музей, арена Очень однообразно Проходится реально За 4 часа Сюжет слабоват То есть единственный Вот этот крутой На мой взгляд Поворот Когда отец убивает Собственную дочь Чтобы не потерять Все свое могущество Это прикольно Но в целом Персонаж Текилы Вообще не кокущий Он и в фильме Никакой И здесь Какой-то очень скучный То есть это вообще Ни разу не Макс Пейн Потому что Там была крутая история Там ты действительно Следил за персонажем Ты сопереживал ему А здесь как-то Ну, что происходит Уже и первый Уже и второй Макс Пейн вышел И показали Какие-то моменты Которые работают Какие-то эпизодики Все Нет, здесь все Очень однообразно Выводов Как будто Никто не делал Хотя наверняка Ну, играли все В этот Макс Пейн Наверняка Там и вдохновлялись Им тоже Но почему-то Не перенесли Весь этот опыт И получилось Слабенько Самый главный Для меня показатель Когда ты шел По пентхаусу Этого Виктора В окне можно было Видеть плакат Рекламирующий Блэксайт Эре 51 И вот это Показывает уровень Того, что делала Мидвей В те времена Почему, собственно Мидвей больше и нету В итоге Ну, реально Ни разу не Макс Пейн Многие сравнивали Эту игру Потому что Это очевидно Она очень похожа Но Ни разу не дотягивает До уровня Этой культовой серии А еще мы хотели Сделать анонс Посреди выпуска Не-не-не-не Мы не хотели Сделать его посреди Пускай он будет Обязательно в конце Ладно Да Ну что ж И на этом у нас на сегодня все Пишите свое мнение Относительные игры Стрэнгл Холл Предлагайте нам Другие игры на разбор В комментариях На сайте Не забывайте Лайкать И подписываться На наш канал И Всем пока До встречи Через три месяца И это был анонс Мы уходим на летние каникулы И вернемся к вам осенью Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok